За три года власти Севастополя демонтировали около полутора тысяч несанкционированных торговых объектов. В свою очередь, деятельность на территории города, согласно схеме размещения, утвержденной в 2022-м, продолжают 1826 НТО. В своем докладе на пленарном заседании в законодательном собрании глава Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отметила, что такое количество оптимально для Севастополя, учитывая его особенности. Что касается 1800 объектов, я все время говорю, что город Севастополь немножко специализируется на мелкоформатной торговле, и это на самом деле неплохо. Как раз даже и в условиях продовольственной безопасности, это тоже для нас дополнительные, так скажем, запасы продовольствия. И на сегодняшний день все-таки я сторонница того, чтобы сохранить тот объем работы, то количество объектов нестационарной торговли, которая есть, но может быть за исключением каких-то непорядочных предпринимателей, которые, возможно, там имеют какие-то задолженности, хотя с этим работа сейчас очень активно ведется. Поэтому уменьшать не стоит. Депутаты высоко оценили работу ведомства по пресечению незаконной торговли, отметив прогресс в борьбе с нечестными предпринимателями. Это очень сложный вопрос. Он не решается одномоментно. И хочу сказать, что именно сейчас ситуация начинает стабилизироваться. Она не решена еще полностью, и я надеюсь, что департамент продолжит решение этого вопроса. Но здесь именно системная работа, когда незаконные торговцы поймут, что проверки проводятся каждый день, через день, систематически и неотвратимо, ситуация будет решаться. Однако некоторые парламентарии считают, что не все незаконные торговые точки удается выявить. В то же время некоторые цифры вызывают такую озабоченность. Приведенные в докладе, если не ошибаюсь, позапрошлые годы снесено порядка 400 НТО. В прошлом году также в этом более 500. Итого за три года примерно полторы тысячи, при общем количестве 1826. О чем это говорит? О том, что они плодятся, как грибы после дождя. То есть необходимо увеличить резко контроль в этом плане. Для решения вопроса и продолжения эффективной работы главе ведомства предложили запросить дополнительные средства при планировании бюджета. Сейчас мы будем рассматривать проект бюджета на следующий год. Если вам необходимы средства для того, чтобы эту работу поднять на более высокий уровень, оперативно, эффективно убирать те незаконные строения, которые существуют в городе, для этого нужны понятные средства, включите в бюджет. Я думаю, что мы все это поддержим. И в этом плане в правильном направлении двигается департамент, но необходимо работу увеличить. Обсудили и грядущие изменения в облике нестационарных торговых объектов. Этот вопрос рассматривали при разработке дизайн-кода Севастополя и на архитектурно-художественном совете. Поэтому предприниматели готовятся к дополнительным тратам. Предприниматели интересуются, когда ждать этого архетипа, потому что это повлечет за собой определенные затраты, денежные затраты, для того, чтобы привести в соответствие потом свое НТО. Как только нормативный документ будет принят, мы также берем его в работу. И думаю, что тот, так скажем, переходный период, это когда заканчивается схемой новой договора 24-25 год, это будет самое благоприятное время для реализации архетипов на территории города Севастополя.